6 лайла надо было просто сайлента здесь команду на ешьте сайлента можно сайлы нера скорпиона без песка ладно хватит вспоминать ночью нельзя уже стеки рассказывать между прочим это хорошая была игра да он тогда выиграл я у него брал интервью после этого матча на качельках и 20 минут объясняла то что это норм тема и за не замечу что вот столько он был прав столько лет прошло да он часто бывает раз всегда прав действительно он тогда рассказывал очень-очень умные вещи я все интервью пытался его подколоть но у меня нифига не получалось потому что ты пришел пошутить он пришел серьезно я пришел пошутить в итоге у нас получилось действительно увлекательное интервью я думаю можете спокойно загуглить и найти хуй дэкст хуй дэкст в твой полный both up about rubik у нас залетает принципе а ю rubik дура шутер вы говорит что у тебя получается и четвертый герой команды лучший но нужно наверное саппорта добирать сейчас и оставлять собственно дайте минутку статистике коем-нибудь у меня было очень минутку статистике появилась а я удалил хотя бы что-то . просто возможно микрофона так и не убрали из кабинок артур то понимает но не берет свою команду этих персонажей ща просто это не чем commander до чем не завязывая завязывание не сегодня сейчас не в этой игре думаешь я надеюсь на это сейчас надо какого-то надо сейчас вот и взяли и в лжиде в бане все туда победал я оправдывал я долго ждать а если тролль не попал тролля микрофос из лапа таки для этого смотрится по-прежнему очень хорошо смотрится тебя нет необходимости сейчас снимать с вас от и так будет раз 4 5 и кого то есть вытягивать просто держишь инигвы за ним или оракла или орак а был уже не арк не аркал кстати и было хорошо зашел то проблема не в нем было ораку дело все очень качественно грамотно enigma оффлайн рубик оракал два суппорта герои там парка на мидл может быть но я надеюсь что это четверка все-таки нюкс потому что здесь ними все-таки что-то нужно вы собираетесь уже ленькин сферу давайте по 3 сплайна пока дадим авансом дальше посмотрим от ноги с этим могут даже действительно пойти даблой почему бы и нет это будет такая си идея но будет неприятно тому вот эту дабло они не прогонят в одно нас это тяжело прогнать тем что есть венга как мы венга должна прогнать если долго лупить камень и он сломается спорно можно очень долго лупить камень и он не сломается бумага бумага все завернул и выиграл 2 бана 2 пика последние 2 баны последние 2 пика этого турнира скоро мы узнаем кто будет последним пикнутым героем на этом турнире ну за бань должны мипаря обязательно сушами паря кстати очень хорошо мипарь зайдет прям очень хорошо лучший заходе в оффлейн всегда же он идет у них не надо куда брали клапу не на серьезными паре здесь заходит по моему просто как я не знаю легкая линия свободно пожалуйста ты добирай ставь против никса тем более очень хорошо он и постоит опять же там будет именно нюкс и против и него если там будет соло стоять тоже на третьем уровне два не по две сетки плюс нга нелегко убивает этого героя так что можно пробовать и дальнейшем через даггер то есть параде погасить нужно реально слишком ярко не светит они просто ярко светит взятых дальний на дорогах ночью это очень красиво за это бьют brewmaster отправился в банк хотя мне кажется лучше бы они brewmaster отдавали на здоровье до здоровья тебя brewmaster типа ну на кэри позиции но никакой абсолютно опять-таки менеджер по развлечениям сложный крут ошиблись чуть-чуть ошиблись просто не хотят на что не говорит я не хочу с рады просто не понимаешь что у грима сомаш сложный патент от пик его папы не подбирали моего сочи 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 ауджи среди пик мипа теперь не хочется после сайта немного не хочется немного не хочется хорошим у кого-то вы героя с бкб по хорошему кого-нибудь свои но вот они взяли вот так вот слушай пройдет на медалей перед легкую линию стоит против них сам это очень интересный набор опять-таки героев это будет крутая игра это будет однозначно крутая игра ну что же что же ребят 2-2 наш марафон начинает понемножечко подходить к концу три часа ночи у нас здесь в хорватии мне режиссер сказал смотреть камеру поэтому я на зло ему не смотрю шучу прости влада дубровника да кстати наш режиссер техник которому тоже мы говорим спасибо потому что в конце после фира мы забудем хорват который сгорит на русском языке идеально очень очень хороший режиссер так вот два-два решающая пятая карта спасибо тем зрителям который до сих пор с нами я знаю что вас много я честно удивлен что до сих пор так много зрителей смотрит три часа ночи здесь 4 в киеве 5 утра уже в москве но вы все еще с нами егэ и у джик тоже станет чемпионом пятого сезона дотапит мы узнаем очень очень скоро и мы придаем слово нашим неунывающим комментатором ман шторму и адеквату всем еще раз привет дорогие друзья доброго вам уже утро мы действительно сейчас будем определять чемпиона пятого сезона дотапит лиги последний матч последняя карта и все решится прямо здесь и сейчас но это здорово так и должны быть сыграны гранд-финал с топовыми коллективами только с учетом 22 только треть последний пятый решающий карте конечно же должны быть выяснены все отношения расставлены все точки над и не садятся батарейки у некоторых игроков команд например усу маила у которого по моему энерджайзер вообще с бесконечным зарядом то у всех тут у них у на джарзера нереально все исполняют джерак соберешь каждой игре просто федеральное исполнение сумаил на инвокере миллион нюков в секунду выдает и вообще не париться по этому поводу просто потом а бургер съедает один этому хватает сильно очень он не потом съедает он одну руку есть другой исполняет на инвокере да тут все гораздо жестче ну что же у нас по заказу ярослава кузнецова флот друид через физ урон на последней карте определяющий момент либо я evil genius побеждают и нс записывает видео опровержения о том что он был неправ либо же все-таки все становится на свои места посмотри а немного не угадали наши аналитики с местоположением героев у джи но тейл на снайпере будет на легкой линии судя по всему стоять а она на своем фирменном эмбер спирите будет стоять в центре но вот снайпера конечно на лёгкой мы давно не видели с вами снайпер не так часто появлялся на этом турнире если появлялся занимал конечно же центральную позицию здесь так сложился трав то что придется снайпер оставить конкретно вниз да действительно необычно ну я понимаю наших аналитиков которые несколько другого ожидали я тоже думал что мир спирит пойдет в легкую все-таки он как бы милишник вот а снайперу против сф было бы приятно но здесь вот сф против эмбер спирита кстати говоря эмбер спирит вот против инвокера как-то совсем ему тяжеловато было мне кажется с сфом они будет полегче конечно пор мышел тот себе уже взял вкачает второй уровень появится чайны если сф где-то засевает за мы знаем насколько просто эмбер спирит уничтожает shadow finde такого мягкого героя без эскейпа как бы у него и так маловато ну и что самое страшное сейчас для shadow finde это то что бенжи фу спирит спина может быть на пока наверх или начинается какой-то экшен деятельство вместе с джераксом пытаются атаковать за я потягивается еще крит на помощь но плюс ко всему артизи конечно же держит ухо востро не подпускает противника к своим суппортом ни в коем случае отдавать их нельзя вы же все-таки стоите триплой против даблы более того они сами еще агрессируют в ответ внимание на центральную линию флай курьер курьер флай курьер курьер флай и это минус курьер курьер уничтожен бутылку успел передать хотя бы так хоть так действительно но тем не менее нужно опасаться что то пинда все еще возможен выход флай в спину в очередной раз ставит он вард между двумя вышками тоже довольно опасно будет обладать информацией ну и флай вот видим разворачивается прекрасно все понимает что сумаила можно взять она получает себе третий уровень 2 флэм гард только нужно сверху с 4 с 4 очень мало хп и это first blood крит забирает first blood на s4 вот пытались играть агрессивно конечно уже на оффлэйне но все-таки нужно знать меру если вы подставляете скорее всего будете погибать при всем при том что у артизи нет корней на на медвежок спирит бера все это пока возможно убийство и персонажа за счет того что них например подкапывает то что крит может подтянуть с помощью телекинеза и дать конечно же фейтбол драка за руну а так вот самая решила раз уж я стою на месте раз не подвязывать чинами просто уничтожу руну из-под носа противник никому она не остается правильно ни в коем случае отдавать имбир спириту ее не стоит хотя бы сейчас ему придется обузить ботал сверху опять нападение на s4 s4 откидывается маслом здесь здесь же джерак дает статчик подходит лон друид и крит от забрать забрать получится ли это движок не достает а вот достают вас лардер подкапывают его но у него достаточно много хп поэтому он будет здесь выживать и крит остался с 26 хитами и тоже не умер но у него есть 7 стиков поэтому он так немножечко байтил на себя то есть если кто-то пошел бы его добивать он нажал стики а герой бы оказался в незавидном положении войну от вот а тот же кп конечно маловато как у бутайдера так у сларда но при этом есть рядом святыни который можно будет воспользоваться хотя говоря вот здесь чуть не получилось вести почему-то ну сейчас за фармит за фармит этих крипов всех сфо и получит много золота джерак с тем временем на своей четверке на сладаре четвертой позиции золото опыта на верхней линии крепость а подошли очень удобно особенно сладаре будучи с упортом конечно нужно получать их спу во что бы то не стало пораньше получить коррозия в кейс но сфо они грамотно распределили ресурсы кто в лес получили необходимый опыт и конечно же деньги она на миде нападение на сумаила сумаила остается очень мало хп и на тпшечку развел да при этом крипстаты конечно у двух героев в центральном коридоре практически идентичные но мы видим что она все-таки пытается подобраться к сумаилу и сверху нападение на сфо дает станчик зай полетел карабасы но бэтрайдер может преодолевать текстуры и поэтому у него преимущество здесь конечно артизи не подоспел то есть не смог нанести хоть какого-либо удара с перед берем или с собой лутру идам и поэтому в общем удалось уйти бэтрайдер ускоряется джеракс находит универс который ушел с оффлейна подстанил просто он разведал территорию самое главное что дал информацию ну и удалось удалось-таки забрать шеду финда на пятой минуте тем не менее подошел fly она зашел за вышку и уничтожили и сейчас у аны очень хорошая ситуация в том плане что у него есть регенерация он он нашел регена отрегенерировал сейчас имеет почти 6 уровень здесь два суппорта но мана у них нету в общем пока что это та редкая игра где начало для она и неплохое в общем да да при этом такой же неплохой начало но тейла обстается он один совершенно один на легкой линии на снайпере расстреливают вышку с катапульты и при всем при этом очень охраняют суппорт вот сейчас за и подтягивать сладу уже рядом тут же fly за и вот он стоит очень приятная цель для атаки у нее нет даже сапога есть только 3 уровень подкапывает двух героев но ловит первоначально стат шапнель залетают есть карапейс и джеракс в момент подстанивает и будет никса уничтожать ну вот так вот только потянулся кто-то против снайпера стоять тут же этого героя уничтожают так ну что ж подведем итог пяти минут у от же все очень хорошо они спушили вышку они выигрывают центральную линию все-таки она здесь стоит поувереннее и они убили курьера это вот три таких главных параметра абсолютно полностью тобой согласен действительно здесь эмбер спирит над шаду пину превосходит его на 700 голды уже при прочих равных условиях пить убийства крипов это смерть что тут довольно много зарешало ну и конечно же free вам снайпера дарует ему первую строчку показатели заработать деньги тоже очень важно и два героя нас три атаки уже fly вместе джераксом неразлучная парочка суппортов пытались атаковать шаду финду но здесь же два суппорта в ответа ты был джинниус сам сам разворачивается встречает еще и универс они пытались летать пульс ну и в этом спирит здесь разобрали четыре героя уничтожали одного суппорта уджи тем не менее им это удалось сделать это самое главное ну да но они нисколько не в минусе конечно потому что уже также большими силами перетягивались нами ты тоже ничего не смогли сделать здесь вот снайпер колесил никс ассасин есть карапасы четвертый уровень джеракс идет за ним разводят на карапасы но никс ассасин просто убегает вообще грамотно сыграл подошел просто взял подкоп дал противник и забрал не баунте руну про перед носом с 4 выходит с флаем очередной гон как активно начинают играть и джи прямо все смоки потратили да слушай но вот у трейдера правда нет лосо у него уровень 5 ставится в арт хочется подловить 5 кик вот и суппортов 20-15 штатом пинда эмбер спин готов идти вперед 3 фламгард вторые чайны есть дабл дэмэдж есть ремнанты но и вышку о джи вспоминают то чем они играли на протяжении первоначальных стадий турнира первых своих матчей они там с террор блейдом поляк мил и просто шли ломали вышки вот просто идти ломать вышки нижнюю вышку сломали уже перемещаются в битой и курьер но это вот ошибка вот это очень как он выжил как конечно пока все нормально пытает раскоряется нашли таки крита пытаются его уничтожить ассасин нейт залетает минусы и дальше залетает она в карапе сдается ринг честь ничего страшного подстанивает уходит насчет того что и использует стыки пока живет все равно погибает уничтожили двух суппортов и уничтожили вышку очень круто ты очень резко очень нагло очень дерзко так и надо завоевывать преимущество на каждом участке карты корни с первого удара есть тп конечно выше быстро уничтожая вышки противника ни в коем случае свои отдавать нельзя понимают прекрасно джи перемещаясь наверх артизе там нужно мешать артизе какое-то время остался один на один скрипами и артизе довольно серьезно поднимается ну такой сноубольчик пытаются сделать но пока что не сказать что получается выход на центральную линию на шадуфинда есть в арт за шадуфиндом погоня ассасинейт карапасы очень вовремя там ученик потягивается есть у нее black hole и универс любит использовать ранее black hole и разворачивается снайпер вместе с вэджи пол спеют заметь как стало неудобно играть сумаил тогда когда у него позади пропала пропала первая вышка то есть нет никакой безопасности нет страховки никакой поэтому смайл вынужден вообще перемещаться вниз там где скрипы и танки за спиной у него действительно будет там ведь уже просто не постоишь а на top net wars мне кажется вот для того чтобы от же выиграли от турнир она должен вот запожить финальной игре потому что это единственный человек который вот сегодня конкретно вот ни одной игры не было чтобы мы сказали ну вот она ну вот просто вот феноменально боже как же он сам начал игр отыгрывает нет скорее к нему больше всех претензий но в этой игре пока что 4 200 топ-1 net wars и самое главное у него есть все шансы в этой игре себя показать еще что самое важное данной ситуации на девятой минуте появляется фейл это очень достаточно хороший таймин быстро вот правда эвилджиниусы решили тоже собраться вместе показать что они тоже умеют продавливать вышки на нижней линии они вместе с оперировались здесь четыре героя не хватает лишь только сумаила который фармит свой звезд а вышка уничтожена но свою очередь от же также направляется на вышку прад по другой линии поверх 4 40 минута встречи ну отдали нижнюю вышку эту которую дефит не очень удобно поэтому в общем ничего удивительного здесь но заберут в ответ такую же видимый 100 который играет без лассо на седьмом уровне мундминдер дота пока непонятно на блинк вроде выходит никаких барабанов не будет так попытка была подцепить слардер или эмбер спирта любого подошедшего сюда героя на защиту нижней линии ну а кстати говоря и конец 3 сопротивления на первой вышке решили что можно атаковать вторую но на вторую конечно уже будут обращать внимание защищать ее нужно подтягивается эмбер подтягивается слардер есть тп неприятный спирт бэр который может подцепить в корне сделать залетаете временем эмбер дал был дал сирен кейнс после сайт офис конечно же сфо ускоряется есть лассо ассенейт на это не пустит спирт бэра дурон самая просто витрикой мобсоу сцепляет краешком джеракса дэмэдж минимальное количество но стал джи перестали в сторону противника грит спрятался нашли их уничтожили эмбер спирт идет дальше цепляю чинами сф сам разворачивается и вэйв неплохой вроде бы было спирт или дальше night пульс на отход и оттягиваются и был джинниус ну минимально собрали рубика и этим довольствуются до сосенейт в медведи от кэш было очень смешно 11 минут а уже команды бегают по пятеркам вот-вот первое столкновение 5 на 5 фактически могло произойти вот сейчас на 11 минуте ну и вилджиниус с выгодно бегать по пятеркам у них есть enigma и black hole а вот тот же не очень хотели чтобы вот так все получалось но они сами выбрали стратегию такую а не подкушивать соперника так тем временем никс ассасин копает но джеракс показывает виртуозные у вороты прячется это но тут конечно и никма midnight пульсом раскрыл его местоположение откровенно говоря нагло играл джеракс он увидел артизи думал что я сейчас артизи пойду-то развалю краш ему хотел даже дать но артизи лишь только заманивал он держал ситуацию под контролем абсолютно ну и конечно же джеракс здесь уничтожили неплохой плохой байт такой сообразный получился доминатор появится у смоила именно в этот артефакт он решил выйти ведь и конечно же обходится нас без доминаторов поэтому ракон лэнс маэл штром все то что обычно появляется в таком мишке он у медведя есть и так достаточно большой такой крип сочный на 2 700 т.п. сильно приятно так ну и опять продолжают дефить на этот раз отменять телепорт эмбер спирит продолжает фармить должен вы фармливать травела а после достаточно удобного старта она должен опять-таки раскрывать свои красе смайл смайл вот как бы почувствуйте разницу насколько тяжело было она в прошлых играх когда он там играл на немобильных героях вот сумаилу практически то же самое сейчас но вот сф такой герой ну вот ничего не сделать тебя просто привязывают и все чуть-то вперед вперед выйди а эмбер спирит может позволить все заходить через знает куда его попробую еще возьми на мягкий персонаж это пинт очень чувствительным к подбору артефактов пока что-то не появится такое защитное или наоборот сильно урон чтобы не подпускать все противника нам будет конечно умирать ну и нужна поддержка от суппорта таком станции из по blink вот 9 секунд блинк это интересно можно будет уже делать это блузки сласса вообще удачных батрайдеров на этом турнире было не так много вот на память и приходит неудачный батрайдер от виртус про на позиции 7 и суппорт который начистоя карта проиграл поэтому хочется от и снова конечно увидеть что под райдера действительно в мете его можно использовать актуален а также были неудачные легион очень в большом количестве но это так к слову то чтобы на что-то мимикал она в инвизе кстати говоря очень опасно сейчас найдет артизи но от визе уже заблаговременно считается как телепортации сваливает добро поздорово кстати говоря касательно blink dagger это вижу что и джеракс тоже нацелился но понятное дело что у из по появится пораньше потому что он позиционировал себя как оффлейнер джерк все-таки семи суппортера 4 позиции при удачных раскладах при таком темпе к нам отыгрывают то джи блинк не оставить себя толко ждать но и снова егэ собираются вместе и вновь на нижней линии вот их манит эта линия очень хочется забрать мне эту плотиться потому что соперники на рошане эффект с лардером ранний коррозия в кейс позволяет очень быстро справиться с рошаном и не каждая команда сможет вовремя скооперироваться и помешать хотя казалось бы если гег прочитали момент они обязательно туда пошли потому что энигма готовы black hole все еще есть ни разу не использовался так пошла телепортация добиваю только сейчас тем временем у эмбер спирит не точно сыграл конечно здесь зай но тем не менее киризмалифай сметать пульс должны будут забирать эмбера и забирать мышку но все-таки она нашел себя в этой игре на нижней линии я не знаю вот эта команда ему так сказала телепортироваться или нет просто из команды никто даже не дернулся в сторону нижней вышки ни один человек а он полетел еще того как рошана добили но хотелось да и забрать и аегис и при этом еще и вышку не отдать снизу но вот с двумя зайцами погонишься и и тяжело тебе будет хотя бы аеги собрали но с вышкой конечно пришлось попрощаться однако наличие вообще а где где из у снайперов а ну да в этой табличке к сожалению не отображается наличие киса хорошо так вот наличие кисина просто позволит ауджи теперь просто идти вперед несмотря на то что вышка была потеряна но с другой стороны опять-таки эффекты нигма тоже может зарешать последний момент то что юниверс уже смекан с маркингут спит наит пульс все здорово и есть black hole тот самый black hole который может испугать лучше но будет пугать на протяжении всей карты и своз блинга мы так и не видели его удачной инициации с лосо может сейчас получится там слишком много героев залетают сразу на рубик хватают коррозия в кейс киталвар отстанивается неплохо и сэпроса расконтролил сумаил просто великолепный что также поцепили телекинез карапея скрид будет поднимать смех и подходит идей по очень вовремя и очень кстати своб получает спину очень много урона есть лейнбрэк уничтожают его но тут правда влетает эмбер эмбер уничтожает шану финда размен 1 3 все равно не на руку коллективу оу джи эмбер также падает остается один снайпер за ним уже выехали зай карапейс вовремя использует снайпер получает еще и подкоп рядом юниверс снайпер уничтожить бы за и уничтожает за и погибает сам смогут убить еще раз еще разок без кпс black hole конечно же юнивер сразу встречает фейд болт телекинез по таймингу все очень грамотно расконтролили и уничтожает всю петерку оу джи плюс к всему еще и бывают крит выжил на 4 хп после оси на это прожал стики в последний момент когда в него уже влетала пуля и выжил на 4 хп я считаю что царь этого момента сумаил вот он купил доминатор он взял себе своего кентавра и как же он вас контролил в этом моменте казалось бы резко залетали уже абсолютно неожиданно но он развернулся дал стан и очень быстро развернули просто просто сладко и потом бут райдера но у меня есть что сказать по этому поводу да это было действительно так сумаил просто божила теперь просто злой видите находит джеракса под копать попытался маневрировать джеракс получилось но и для сумаила очередной фраг но для для сумаила это я не знаю это его турнир просто вот ну все идет к тому что он не хочет отдавать но вот ни в какую да и сэф да не мобильный да где-то его убили но опять он находит это лазейки но просто отличный перформанс вот даже уже хочется чтобы он добился своего пошел на скан ландруид ловит его ассасинает минус ландруид эмбер спирт летит дальше можно зацепить так крита подцепили крит делает т.п. нет конечно не даст этого сделать минус 2 хорошая атака то у джи совсем внезапно и артур не ожидал арту погиб очень хороший артефакт успел выформить но вот использовать их по назначению пока не получается там при всем при том что гига казалось проявили им очень даже неплохую драку все равно снайпер возглавляют табличку лучших фармеров на этой минуте на 18 имеет топовый network и очень хорошо смотрится так же она на эмбер спирите тяжело с такими героями бороться посмотрите на графике кто-то выходит вперед вружу компакт она так ассасинает шадоффин да тут же мека кстати говоря мека тоже очень сильно помогла у нас пурджет бесконечная эмбер спирита подставляется флай забирают флай маил ну сколько можно с этими суммонами играть это жесть какая-то до сатиры то кентавры вообще никого не отпускает очень крутой сатиры как вы видите у мана у него остается еще очень-очень много он может поставать еще как минимум два буржа но т.л. карапас получает но т.л. получает станчик не чем больше добавить иллюзии с иллюзиями разбирались и конечно не победили длины слушая спирит бэра можно уничтожить спирит бэра заберут но егэ начинают камбэчить вот с каждой следующей дракой все лучше и лучше у них это получается они вначале сильно отставали но сейчас вот уже остается даже не остается ничего тысячи голды они выигрывают по опыту равной ситуации остается только догнать снайпера вот наверное чего остается снайпер достаточно прилично фармит мы видим блинк себе приобрел но тыл как раз таки выбирает такие позиции при которых его довольно сложно поймать да он здесь стоял на пригорке там казалось бы ник сможет его подкопать кто дальше после никса никто до снайпера не добирается пока инотейл этим пользуется блинк молнии все здорово вот даже пока не приобретает дракон лэндс без них для этого артефакта обходится да и блинк у нас появляется и на энигме и на слордаре джерак своего слова еще не сказал пока что как так себя отыгрывает этот врыв сверху где сумаил его подстанет тоже очень неудачно зашел просто зашел слился ничего не сделал ну понятно он там не ожидал что будет сф медведь но факт остается фактом слушаем смайл уже пока бы появился сильно очень сильно ввиду того что как раз таки сейчас активно начинает использоваться коллективом уже именно эмбер спирит с фэйлом очень много магического урона смайл настрадался уже за эти 20 минут от эмбера в том числе тоже это купился просто пока бы это раз у него мы видим поле дано очень опасно чужих лесах засели и г джей могут до подойти ставят варда аккуратно очень подтягивается она платили первым не встревать курьер я подрезали так но это не все это пинда нет сюда пожалуй нельзя идти ассасинейт ой как больно под вэйлом но аура доминатора работает и рубик регенца 13 3 в секунду класс в узком проходе конечно подходить под шапнель не хочется играть стараются выманить на более широкие пространство на поляну противника и тоже повесить например свой меднайт пульс контролирует все абсолютно ставится в арт ставится центре хорошая разведка центре ответный от команды og и назревает назревает битва не обе команды не хотят отходить хотят подраться там есть блэк пол есть это блэк пол уже второго уровня очень опасно пятки и темы другим подставляться держаться вместе добрых пуста может с лордер на выдать свой кранской стороны гигму может тормозе очень тяжело начать хорошо драку за и бегает видеть и что сможете подцепить здесь и по трайдер летает готов смывать верх на фарфлай хватать класса ускоряется джеракс по трайдер тоже решили поймать шаду финда у войска подальше и не могут так быстро и г подойти ксф и помочь его быстро изничтожили аж погоня ошибка смайла сажар тп открыто вводят ну и краш да еще и спирит пэра будут забирать ошибся сумаил далековато вышел и наказали его моментально тоже казалось бы да вот он стоял на точке где вот стоит его в арту вроде бы контролирует ситуацию ну так чтобы трайдер быстро сможет залететь и очень быстро спорстав его отвести куда-то явно не ожидал действительно самую подставился и смоука тут же моментально и он же тоже хотят победить обе команды так хотят победить вот и просто даже не знаю кто здесь может выиграть стан крита телепорт от эмбер спирита крит забирают вышел на секунду просто дать фейт болт тут же развернулся и вот в эту микросекунду ловит олджи там это отличный отличный смог моментальный который используется сразу же после того как выигрывается драка неожиданный уже показывали не один такой плюс ко всему еще и сносит вышку это первый первая вышка второго порядка но и теперь можно наверх или не перемещаться еще на вышку такую тирада забирать что будут делать и гэм все еще юниверс ждем от него конечно хорошего блэк холла сумаил есть пока бы нажимать правда не дают это неприятно графики опять-таки начинают увеличиваться и давать преимущество сторона джи она в новинвизе сейчас нету гемов гем только купил себе с лордар но еще по моему не привез есть центре смог от лига смог от лига пытаются зайти сбоку пытаются зайти сбоку сейчас неожиданно для противника используется скан на скане никто не подставляется соответственно есть сканирование области еще става егани могут тоже обнаружить противника постараться отошли вот же и заблаговременно да не захотели драться просто оставили вот так вот катапульту доламывать вышку вышка конечно не упадет тем не менее приходит прилетает курьер с гемом с бкб шкой вот почему отступали к бедлену тейл и сейчас будет еще сложнее хороший подбор артефактов но ее и не смогли никого найти и остались ломать товар по виду назревает все стычка но никак вот она не может начаться я чувствую что что-то будет из серии очень какого-то крутого врыва вот как вот сладар там в несколько героев во многих играх это уже было ломает варс бэтрайдер отдали ему гем ну с 4 на бэтрайдере играть не привыкать это опытнейший игрок игрок на этом героя перед бэр опять пытаются взять забирают быстро его забирают коррозив кейсом конечно по сути такой даже бесконтактный бой получается важно джереб сюда прыгнуть дать какой-нибудь краш и сразу коррозив кейс отойти а после этого снайпер из самой большой дистанции который только можно будет расстреливаться перед бэра и не отпустит его никуда очень удобно таким образом с медведем расправляются артурки конечно не завидное положение свои артефакты он фармит сам лон друид весьма хорош этот самый драгон лэндс самый молнин купит себе линкен сферы чтобы лосо его не хватали но вот мишку его живого щита от этого коллектива егэ будут изничтожать в считанные секунды каждую драку защитить этого медведя практически невозможно раз за приходится призывать извиняюсь если буду повторять какие-то твои мысли уже залит немного в принципе думал о том что вот мы видели как с луной играл медведь и вот просто не подпускал ее ну огромный радиус атаки а здесь ситуация несколько обратная тут снайпер пошел опять опять с ума и ложь подставиться налетают на него очень быстро пытаются разорвать юниверс и краша джеракс чудо этот момент не подпускает универс и чтоб он не дал по колу медаль пульс держит дистанцию конечно же он же не подставлять под black hole юниверс не знает что сделать остался без здоровья тут на развороте за счет карапей смогли подловить эмбер спирита тоже уничтожили размен один в один получился будет продолжение атаки да хватают заят также его изничтожают 2-1 все-таки драку выигрывают оу джи но эмбер спирита отдали она сравнивает сравнивает прям ситуацию но на самом деле здесь к нему претензий нету никаких потому что сыграл очень самоотверженно вкинул весь урон и остался уже без ремнантов его просто убили но из тиммейты не могли помочь находились слишком далеко но сыграл отлично самоотверженно и эта смерть это скорее плюс чем минус опять таки отмечу джеракс но фантастическое чтение игры я видел юниверса видел глаза я уже знаю что вот он хотел вот сейчас туда ручку запрыгнет энигма и даст black hole джеракс сказал нет отказа не сегодня не сейчас так 14 14 напряженная игра очень напряженная ну вот в этом сейчас все будет вот в таких вот станах на долю секунды раньше или позже сможет ли энигма что-то сделать или нет пока что ее контрят его контролирует смог используя devil genius все же еще есть баколы есть желание юниверс воспользоваться потрясающей ультимативной способностью ускоряется конечно первая артизи идет с медвежонком надо найти противника очень хорошо завардили между прочим чужой лесу g также чувствует что противник наступает карапейс подловили эмбера в очередной раз подкопали есть просто афс лардер неплохо нырнул по троим дал краж его цепляет молифайса и ниба будет мсти джераксу за предыдущую драку конечно же не отпустят минус 2 должно быть black hole используется вот так вот джераксу что просто не мешался батрайд решил дать лосо его также схватили керстили кинез и уничтожили минус 3 уже здесь допускают ошибку ассоцией на этого рубика снайпер жмёт blacking bar бежать 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 тут еще и fly может подставиться курьер действительно погиб и fly тоже будут ловить это не минус 3 это минус 4 трипл килл делает сумаил да какие жадные получились у нас уга оказалось бы вот если подумать black hole в слордара это идеально можно просто отступить отдав этого слордара эмбир спирит уже погиб и блэк пола нет но вместо этого остаются отдают еще вингу снайпер также потратил бкб и теперь отдают рошана чувствуется нервозность сейчас у чемпионов трехкратно чемпионов мейджора потому что вот это но они просто не договорились батрайдер полетел давать лосо когда казалось бы это уже делать не нужно в итоге отдали действительно большую часть героев ту часть героев которые вообще не должны были отдавать но и универска тишина зол он джеркс отомстил за предыдущую драку это было видно он действительно рассердился теперь аегис уже в админтаре evil geniuses в частности кого там я так понимаю у медведя да у медведя конечно же аегис артист себе его взял ну и чуть более выгодном свете сейчас находится evil genius опять-таки графики смотрите какая напряженная игра переворот за переворотом пусть небольшие пусть в пределах там трех-четырех тысяч но это чувствуется в каждой драке у нас так долго не было пяти карт на турнирах но вот esl 5 карт финале хоть там они конечно были ну вообще не ровнее этим пяти картам в конце ньюби там просто спали уже здесь все очень напряженно и здесь вот именно та самая пятая карта как будто best of 1 в гранд-финале то есть сыграли там 2 2 и решающие очень очень напряженная 28 минут никто не имеет преимущества абсолютно равная игра про такого гранд-финала можно и не поспать нужно смотреть в лаве такие вещи они вспоминают конечно долго но вот сейчас его джиннис собираются вместе есть аегис можно идти вперед но правда отсутствует black hole еще около минуты кто и заставляет ввязываться так 5 на 5 можно аккуратно пока просто пушить вышки забирать одну за другой по верхней линии артист стоит с дистанции медвежонок идет вперед из катапульта потягивается голем которым контролит конечно же самаил есть блинки из пкб доминатор смои тоже неплохой набор артефактов но и оджи конечно же принимать вместо правильное решение данной ситуации не идти драться сейчас егэ а просто спритушить забирать ответ на вышки ну они гораздо медленнее это делают здесь медведь у него бешеный урон есть еще и спирит бир который обладает увеличенным уроном по зданиям в итоге падает вышка а здесь еще стоит до сих пор и выход на тир-3 еще и фортификацию используют колонны катапульта эмбер пришел защищать фейлом очень быстро справиться кстати говоря снизу то вышку не забрали вот очень важно было забрали но фортификации на изломал ее один снайпер потом эмбер но сколько у них урона по товарам очень мало а там медведь который сам по себе очень больно бьется руки еще и шадуфинт еще и вот этот вот суммон медведя наверх забрался да кстати говоря из джеракса выбили гем важный момент вернее выбили его из с4 гем джеракса юнгер появляется без пики кстати говоря играет снайпер он на этот раз не делает ставку на радиус атаки именно вот взял себе blink чтобы быть мобильнее ну и постаре скорее конечно же постарался выформить все пока бы так и подставляться бана потому что и свал уже готов летает дает карапейс флай отлично реагирует просто слабо этого тиммейта жертвовать собой но самое главное что эмбер будет жить свапу рубика нету венги а значит есть шанс расставать плохого снайпер в позиции уходит с блинка использует последнюю внешнюю вышку егэ дальше можно отходить уже и запирать святыми и отходят до сколько же на фармил уже все но тейл с этих медведей по 300 монет прямо как мидасик какой-то дополнительный для него деньги получают довольно быстро говоря уже и не лидирует на развороте гейминг без пока так напасть но туса тваря вижу но у ребят из уже нет нет просто на колодец просто так тоже да отсутствует пока беджи пол спирит поэтому чувствую дега что без наказанности святыми без угроз каких-либо для себя слушай сумаил надоело вот его реально надоело подставляться под лосов линкен сфера да ну действительно линкен сфера против бэтрайдера мастер лика уже есть и артизи также у сумаила вот эти два кор героя которые хотят просто таки безнаказанно носить урон раскастовываться и так далее и для этого конечно были собраны линкен сферы причем выглядит линкен сферы не так безобидно как выглядели на луне потом из предыдущих матчей мы помним да там была луна который купила линкен сферу но ничего не смогла сделать здесь помимо линкен сферы есть достаточно серьезный артефакт до линкен сферы вообще любимый артефакт джи но здесь как бы все по делу сф это такой герой у которого даже с артефактами не на урон урона очень много особенно с талантом на плюс 2 урона за душу ага все-таки решает собрать вот много разговоров на тему пользы этого аганима с точки зрения урона можно за эти же деньги купить артефакт получше плюс ко всему когда ты умираешь тебе нужно заново набивать души и по сути самое главное в этом аганиме это ультимейт то есть сф превращается в такого раз кастера но если нигма подцепит вражеских героев и сф сможет раскастовать хороший ультимейт то я думаю аганим окупится вполне вполне конечно вот закончился аегис егэ и о джи могут несколько вздохнуть спокойно выйти из своей базы отклушать линии продолжать фармить но дейл у нас и кристаллис демор становится еще больше вот этот вот стрелок конечно если вдруг егэ каким-то образом до него не дотянутся никс проблема поймать эмпер например да рубик не дойдет до снайпера шадуфинду и никме медведю тоже будет очень сложно сделать то снайпер конечно оставшийся один расстреляет просто всех и вся впоследствии это герой который потенциально купить себе щепить артефакт на урон серьезно типа рапиры и совсем будет все плохо посмотрим будут отыгрывать и гэр крит спрингтаггером за и опять-таки под вендет и следует ближайшие области есть гем у него поэтому варда конечно же нужно будет уничтожить что противника ставить безвижно никс идет дальше вот он бут райдер что по информации все есть вард вар смотрите варты при горке все прекрасно видели них залетает просто подцепил бут райдера есть фэйл на развороте они говорится и сэв залетает универс блэк холл выдает по одному герою уничтожили сладро много конечно чести ему но тем не менее шадуфин пока беррика вовсоус добрались до снайпера в этот раз уничтожили его тоже в размена двух героев но тут снайпер тут снайпер который расстреливал его тоже убили эмпер спирита подловили пытаются взять есть корни и не спасается не как она по итогу трипл килл бай артизи два в четыре драка выигрывают дега ну как как варву как в воду глядели да когда сказали что все решат вот какие-то такие варды этот напрашивался же по тому как происходит этот матч слишком хорошо играют команды вот просто так их не взять нужно обязательно чтобы был какое-то серьезное преимущество ну и вард кто его здесь поставил тот гений настоящий действительно тут вот сиденье согласится идеальный момент вот же явно не ожидали и думали что вот мы спрятались кустах все мы безопасности не класс не найдет вижен обычно там редко ставится а и г тут просто оба 0 и соперника и при том могло получиться еще жестче но немножечко энигма познаваться зашла так шадов финт есть аганим начинает набивать новые души там 48 их становится да теперь до 29 пока артизи 800 денег много что появится еще совсем скоро так апатрайдер летает а тут еще и крит подтягивается есть у него бар . хочет установить самый варду это опасно опасно подловить классом не интересно вот какой винрейт будет в случае победы у медведя через пизер он сейчас сложно сказать столько карт сегодня было сыграть только медведем и убить на сегодня у него потрясающий винрейт да вот обладаем от швартизе кстати говоря ну конечно все равно без за егеса заходить на хэгграунд и га не будут как бы у них преимущество не было страшновато против бетрейда заходить тем более против снайпера еще продолжает он собирать урон пока большинку делает джеракс ну но могут еще отбиваться вроде вот как игра подпушивает и преимущество большое но здесь еще игра может длиться очень долго и может еще и быть камбэк хотя конечно вот одна ошибка и а джи топ-2 а и вилл джинниус с чемпионы но вот мы увидели насколько тяжело драться уже тогда когда им заходит сбоку когда то есть супер любит когда где-то происходит рака а он позади он очка позиция позиция все решает защищаться здесь ул джи выгоднее всего то есть батрайдер залоги идеальный момент того чтобы дать лассос лардер джеракс мы уверены краш под троим по четырьмам обязательно пропишет если будут они стоять на базе но иногда все таки нужно выходить постоянно сидеть на базе тоже не получается противник вас просто перри фарнит перри фармит рано или поздно это вынужденный риск и вот же сейчас на него идут они знают что рашан скоро появится убив одного важного героя типа медведя или типа эсэфа они обеспечат себя еще и аегис от пуша тембер спирита доставляет конечно ехать после раша она стоит здесь альфа волк это сейчас было палево потому что ремент появился и увидели вел женю с отремным и сразу же естественно поняли что там где-то эмбер спирит ну и после этого решили вард сломать вот же 40 секунд до появления рашана ускоряется спирит бэр под бьернером батрайдер размывает вверх получил формацию местоположение спирит бэра нами подвязал забрать его надо опасно очень бояться очень бояться и нигма где-то рядом ну вот так вот пока его можно бесплатно бить и у нас был конечно забрать но вот да не видели остальных и немножко побоялись пробежал мимо никс последовал территорию батрайдер тоже увидел прокликал опасаются игроки конечно подставляться никто не хочет нечаянная смерть и без рашана без айгиса и может быть даже без гранд финального из гранд финальный матч и соответственно без победы да ну я тоже начинаю заговариваться простите нас дорогие друзья ловление ловление прямом эфире без него никак ловление у всех 16 23 38 минута встреча рашан появился уже что же используется смог хорошая позиция о джи хорошие может быть потенциальный врыв от егэ ставится в арт тут же врываются все но кого-нибудь удастся забрать выцепили битрайдера блог холл очень неплохой блог холл и снайпера засасывает этот блог холл как очередная драка где олджи вышли вперед и сбоку зашли краски егэ и снайпер выбрал не сам удачную позицию и нигма красавчик и универс просто молодец нашел возможность подцепить снайперы и уничтожки очень круто егэ забирают двух героев выигрывают они драку без шансов заходит на раша посмотри чем занимается она она пытается сплит пушить вспомните первую игру вард на этой точке с лордар от зая и победа evil genius и здесь очень похожая ситуация возможно это решающий момент варта не послали только ну да варта он конечно не стоял они поставили его перед тем как ну что это меняет длинка тут же на сумаила но вернее сам себя кладет butterfly от артизи хороший красивая игра от егэ опять это уже второй момент где они на вижу не вот таком вот на какой-то вот хороший грамотный уверенной игре получают преимущество да но ты просто не стоят на месте не сидят на базе а если уже выходит то егэ находит возможность ним зайти сбоку они прямо с фронта атаки называется то есть не прямую в лоб она она рискует нужно уже выдвигаться к она краба рис дальше лику сбили подкопали и никба black hole universe black hole конечно нет амалифайз и уходит там на не было чем еще подцепить вообще могли здесь его убить хорошо никс ассасин подобрался дополнительный контроль конечно нужен колокс появляется это за и справиться пока не будем универс хекс ну вот оба только мы заговорили о том что уже дополнительный контроль и универс вас по я положил необходимый шмот так зай в артизе да тут очень опасно бегает за и не менее опасно передвигается эмбер спирит нужно уходить ой куда же загуливает-то fly все флай конец и это очень плохо потому что это свап это под герой против enigma смотри чем занимает сразу же она она все правильно делает она сейчас тянет время для своей команды возможно это один из немногих шансов снайпер начинает расстреливать нужно забирать медведя пока бы приобрел себе импер спирит прямо сейчас стал жрать кликом ассасинейты заряжаются уничтожаются медведи только один спирит был уничтожен артизе может перепризвать артизе просто стоит большой дистанции уничтожает тир-3 джеракс коррозивки избивает ликен сферы молния отлетает но тейла когда дракон лэд залетел кипутрайдер дал лассо пытаются уничтожить быстро рубика у нас следа сделать с плейм проекта удается сф пока берегом of soul все-таки отменяет из дистанции расстреливать спины реком of soul sky граунду сапоил удается сейчас разбегают все разные стороны есть чайны форстафы и не получает стан прожала бкб но он не может лететь очень хорошо обороняются же очень хорошо обороняется то заметьте какая разница о ее моменту позже она был ассасинейт по никому чуть было не отъехал и никма сумаил и нику погибла сумаил использует сыр с полку по полу по артизе на развороте пытался тратить а егес слад артизе мартизе и спав спав погибает с а егес импер спирит пытается забить ник сагием выпадает но минус снайпер остается остается самаил пробивать а ну тут же артизе контроль конечно у них нету может с руки пробивать нет ремнантов и между прочим она тычку от артизе получает и погибает погибает она трипл килл байр тизе далеко пошли уже казалось бы все держали над из противника и вылезли догонять убивать но сыр а егес очень сильно отработали тем не менее драку а джи провели достойно и сейчас них есть байбеки они могут отбиться нужно байбекаться нужно убивать ни в коем случае сейчас не отдаваться был ремнант выходит на штан на безопасную дистанцию бараки то падают глифа нет но отдают бараки байбек потратили отдали бараки могли ну здесь уже как приоритет расставили они могли выкупиться все и засейвить бараки но в таком случае это минус куча золота и минус байбеки в следующий раз это гг такой врыв они выбрали вот альтернативную ситуацию они выбрали когда один байбек три героя не байбеку сохраняют деньги но играют без стороны на 43 минуте конечно спокойно одну линию можно будет отбивать один только эмбер спирит может таким заниматься в целом может и две линии сдерживать на такой минуте поэтому действительно потеря одной стороны не так страшно но вот то что отчеловато приходится драк это конечно факт и вот желательно следующего рожана не отдавать уже против против сыра егеса но мы видели что происходит сыра егес конечно выбивается но вашим герои уничтожать да но тэйл взял 10 секунд срезание кулдауна с эвэш рора действительно очень полезный спелл и здесь даже думать не стоит все-таки корни это замечательно но как правило длительности корней хватает так 46 46 душу смайла дам терял бабочку пойдет дальше с моим ну тут уже такие наполеонские планы то есть в принципе уже сборка закончена артизи великолепный затар этого героя 28 тысяч над ворсов гряди планеты всей по этому показателю артизи и бьет быстро и сильно бьет еще и замедляет и его убивать сложно 1800 тп артизи великолепен у медведей у нас очень мало проигрывать этом турнире не знаю вот мне кажется что какой-то при такой вот осаде когда зажимают на базе снайпер конечно не так много денег но может быть стоит ему купить аганим и просто шкварить ультами бесконечно что просто не могли подойти ультимейты сильные хорошие там нельзя особо даже близко стоять мне почему-то кажется драках что вот несколько не хватает расстояния да то есть вот если бы снайпер стоял еще дальше расстрелы противника то есть вот нет нет херкин пайка такой казалось бы артефакт который на все снайперы собирают и это уже как бы дефолт к этому все привыкли здесь от матейла несколько альтернативная сборка но уже несколько моментов было при котором дуну тейла добираются еще больше дистанцию больше уранжен атаки возможно им хватило чтобы жить да вот вот и как раз таки он тоже так подумал мне нужно трилять самой максимальной дистанции поэтому я куплю себе dragon land может быть несколько поздновато но это может и зарешать исход драки нужно приобрести да ну и конечно здесь вот такая ситуация что против снайпера тоже герои с большим количеством урона с большим радиусом поэтому они плюс-минус на равном расстоянии друг от друга стоят дурацкая фраза но медведь также может быть снайпера с большого расстояния снайперу здесь особо позицию не выбрать тем более что постоянно воруются какие-то свапы открыто все время этого снайпера куда-то ввозят по драке и он не может выбрать действительно хорошую позицию не смотря на что блин есть как же быстро уничтожается перед бэр тут успевают дойти к вышке и вот уже моментально уничтожили очень страшно обратите внимание что собирается приобрести себе универс hex а уже не hex уже shadow blade он до этого hex хотел купить но здесь все-таки понял что блэк-холл его силы один хороший блэк-холл понимаешь что один хороший блэк-холл он дарует победу нигде и чтобы дать один хороший блэк-холл нужно внезапно ворваться потенка и сделать совсем неожиданно универс решил купить себе shadow blade очень интересно таких моментах обычно каких-то пыслы свой ты тоже затяжных лейт играх тоже приобретаете внезапный shadow blade чтобы поставить один качественный но это все может решить вот такой один момент игровой магнус то же самое делают все верно все правильно конечно посмотрим удастся осуществить или нет не торопится игры несмотря на то что они снесли уже центральный коридор конечно же будут ждать появление следующего рошана и уже будут ждать и где-то в тайминг его появления возможно будет драка возможно драки не будет но уже как факт более не выигрышной ситуации сейчас находится 30 преимущество и к 30000 преимущества в пятой решающей карте в шаге от выигрыша но шаг нужно сделать и нужно не упасть когда делают этот шаг когда матч реванш длительно состоится напомню всех предыдущих встречах последних этих двух коллективов у джи одерживали вверх остатный джор саммит и г везде уступали есть возможность реабилитироваться смог использует егэ да ну кстати говоря похожую ситуацию игра свое время было свинкс но там скорее винкс время комбетчили а вот тот же именно всегда переигрывал вверх незапно на бутрайдера врываются лучше подкопаем сталина моментально пытаются уничтожить но fly конечно контролировал этот момент свапнул сам он конечно же погиб на бутрайдер жив пытается пытался стать лассо и спо все-таки умер за что же тогда погиб лай вот в чем вопрос минус 2 героя бутрайдер может быть но не будет у него лассо крит отличная игра он своровал успел своровать свап и спас и нигму то есть с фото делал все правильно но он не мог предвидеть такой ситуации что крит сворует слаб по центру заходят верхней линии байбэк уже полностью нет есть байбэк от патрайдера энтер спирит старается давать слайд офис за артизи издалека пробивает крашет конечно его джеракс немного отходит назад с помощью урну в шадус конечно же подхилит сейчас артизи линдету заходит за его то нужно еще одна такая внезапная инициация грамотно был поставлен варта с инициировали убили еще один такой варта еще один такой прыг на перетяжке сейчас может попробовать поймать ловит шаду фенда локинг бар в кулдауне и цепили поцепили с ландера старается уничтожить его артизи очень много дэмэдж на из форстаф сиринг чейн держит на дистанции сейчас одесса неплохо работа за сорбой ассетинейт после цинейт оттягивается снайпер сам себя прострелил но не смогли можно было попробовать как-то в ломануться в сумаила учитывая что у него нету блокинг бара но побоялись учитывая что если что-то не получится если как ты в этом под сейвит опять тот же крит это может быть конечно ошибаться здесь нельзя именно поэтому егэ должны дождаться конечно же следующего рожан а вот он вашат и сыр здесь а первыми сюда заходит олджи уже под смоками джеракс пошел давать коррозе в кейс в лику пропакал и своеобразную если это катаются судя по всему и г даже и не прочувствовали этот момент вот бегает рядом займ он не умеет даже понять о том чем занимается его оппонент потому что снизу где-то там отпушивает эмбер спирт казалось бы на базе сидят у джи но нет они забирают просто нагло рожана но вот снайпер выбрал конечно возможно откуда ты делаешь это самое тп но ты ла егиса лишается в ту же секунду не может свапнуть его не может его свапнуть ему нужно подвинуться теперь без байбека но тейл вот это блинка телепортация ценой у вас можно в эту карту я не могу поверить что сейчас произошло уже сделали грамотный мув они сделали все правильно но выбрать место тп но он точно не знал где находится и гон думал что вот так он будет он был он был уверен что они снизу он был абсолютно в этом уверены поэтому пошел наверх да в итоге его взорвало со своим ультимейтом свапнули битрайдера исфо исфо страдает либо залетает блэк холл по двум героям есть спа пана здесь тоже встрял блэк холл дает слайд офис байбеков нет байбеков нету трех героев остается она поделив телекинезис она шадоу рейзами и тоже уничтожает его есть байбек у анны слартер здесь ландер ныряет цепляет моментально минус лартер есть байбек также использует пошел вперед она под бкб залетает на ремнатах пытается уничтожить хотя партизи артизи он убивает пытается сам выжить привлекайте внимание отодвигая противника от своей базы вот что он пытается сделать артизи байбек на мусан и больше не будет минус 4 слартер остается один и очень похоже на то что evil genius все-таки выиграют эту карту и выиграют этот гранд-финал пока не соглашаются поражением оу джи ну а что делать сейчас просто идут в трон и evil genius есть глиф снайпер появится через 6 секунд вместе со слартер постараются дать отпор хоть как-то свингой так же слардар выбирает позицию его прекрасно видят но стоят стоят вышки очень долго не будет ли снайпер вот он никс он просто закопался подходит что-то пин держит на дистанции заярял снайпера не подпускает то время как падает тарайтер 4 вышка теперь трон теперь просто падает трон но тэйл вот он анти герой последних событий последних минут он погибает goodgame ballplay devil geniuses выиграют